Привет, Enelper! В этом выпуске мы разберем с тобой сразу три NLP техники, которые помогают разрешать проблемы. И в первую очередь в этом видео речь пойдет о ресурсах и о ресурсном состоянии. Потому что когда мы находимся в рамке проблемы, нам кажется, что мы находимся словно в коконе. И мы не видим в буквальном смысле выхода из сложившейся ситуации. Куда ни ткнись, везде, как говорится, проблема. И чтобы выйти из рамки проблемы, я предлагаю тебе сразу переходить к первой NLP технике, которая называется работа с рамкой времени. Для того, чтобы проделать эту технику, тебе нужно представить мысленно свою временную линию. Где-то у нее есть начало, а где-то у нее есть продолжение. То есть, соответственно, прошлое, настоящее и будущее. Так вот сейчас, если ты стоишь перед какой-то неразрешимой проблемой, согласись для начала, что это так. Вот у тебя есть проблема. Это не хорошо и не плохо, это просто вот как есть. А теперь вспомни, когда в твоей жизни была такая же или, может быть, еще хуже, какая-то проблема, которая тебе в какой-то момент времени казалась неразрешимой. Может быть, она была 5 лет назад, 10 лет назад. То есть, какой-то большой промежуток времени должен тебя отделять, когда ты вспомнил ту безвыходную ситуацию, в которой ты оказался когда-то в прошлом. Точнее, она, как ты понимаешь, не была безвыходной. Она тебе в тот момент только казалась безвыходной. Сейчас тебе нужно подготовить бумагу и ручку, ну или заметку в телефоне, потому что нужно будет кое-что записать. Вот сейчас, когда ты вспоминаешь про ту проблему, которая у тебя была когда-то давно в прошлом, вспомни ее. Потрать время. Как это было нелегко тебе принимать какие-то решения? Как тебе казалось, что весь мир рушится вокруг тебя? И сейчас глазами настоящего себя посмотри на себя в прошлом и скажи какие-то слова, какие-то важные слова касаемо той проблемы себе в прошлом. Например, что эта проблема не стоила таких переживаний. Либо, что да не парься, все будет классно. То есть, пошли себе из своей позиции настоящего, себе прошлому, какой-то месседж, какое-то сообщение о том, насколько действительно ты тогда заблуждался в этой проблеме. И вот эти слова, которые ты сейчас можешь проговорить или записать о своей проблеме, которая тебе казалась тогда проблемой, запиши их, пожалуйста, на бумагу. Это первый шаг упражнения. Второй шаг упражнения заключается в том, что вернись в настоящее. Сейчас прям обрисуй перед собой свою безвыходную ситуацию. И представь, что пройдет какое-то время, 5 лет или 10 лет, и мысленно оставь себя в настоящем, и мысленно перенесись в будущее. И уже глядя из будущего на себя в настоящем, передай те слова, которые ты говорил себе тому прошлому. Что есть, те слова, которые ты вот записал на первом этапе упражнения, передай их себе настоящему. Что эта проблема не стоила тех нервов, что не парься, все будет хорошо. То есть, как бы из будущего посмотри на ту проблему, которая есть перед тобой сейчас. Поверь мне, это очень сильно поможет. И после того, как ты из будущего сделал себе такое послание, вернись снова в настоящее. Посмотри в будущее и мысленно представь, что тебе оттуда из будущего дружелюбный человек, очень к тебе хорошо настроенный, дает такие рекомендации. Не парься. Ну или то, что ты себе в первой части упражнения выписал. И ты сейчас уже начнешь себя чувствовать намного, намного лучше. Эта техника называется техника работы с рамкой времени. Находишь проблему в прошлом, которая оказалась нерешаемой. Из настоящего отправляешь себе свои соображения в прошлое по поводу той проблемы, слова поддержки, слова преуменьшения проблемы, что это не стоило твоих нервов. Затем возвращаешься в настоящее, переносишься в будущее. Из будущего передаешь себе самому эти же самые слова. И уже в настоящем ты начнешь себя чувствовать намного, намного лучше. Ну а мы переходим к следующей технике, которая поможет тебе быть в ресурсном состоянии. Следующая техника называется работа с проблемой через двойную диссоциацию. Сейчас поясню, не надо пугаться этого слова. Диссоциацией мы в NLP называем взгляд со стороны. То есть тебе нужно потренировать себя, представлять со стороны. Вот если бы я делал одинарную диссоциацию, то я бы сейчас, сидя здесь в этом кресле, представлял, как я выгляжу сейчас, сидя в этом кресле. Это одинарная диссоциация. Но нам в этой технике придется применить двойную диссоциацию. Как это сделать? То есть я себя сейчас представляю сидящим здесь. И представляю, как я вижу самого себя. Это первая диссоциация. А следующим шагом я уже диссоциируюсь от того себя, который смотрит за мной. То есть я как бы мысленно расстраиваюсь. Меня мысленно становится три. И сейчас я своими глазами смотрю на тех двоих. Первый, который сидит в кресле, то есть вот он. Второй, который смотрит за тем, который сидит в кресле. Таким образом, за счет двойной диссоциации мы убираем эмоции. Когда мы смогли, когда нам удалось вообразить себя через две диссоциации, это очень сильно снижает эмоциональный накал. И вот уже из второй диссоциации, из второго представления себя, то есть двойная диссоциация, это когда ты видишь себя, и когда ты видишь еще одного себя, который наблюдает за тобой первым. И из второй диссоциации дай самому себе, вот тому, который сидит в кресле, если рассматривать на моем примере, какой-то важный совет. Там уже не будет эмоций, и ты сможешь выйти из рамки проблемы, и сможешь уже безэмоционально дать рациональный, грамотный выход из этой ситуации. Это была вторая техника. Повторюсь еще раз очень коротко. Тебе нужно два раза от себя диссоциироваться. Первый раз ты ассоциирован, ты находишься в рамке проблемы. Второй раз ты наблюдаешь за собой, который находится в рамке проблемы. И третий раз ты уже видишь и себя, который находится в рамке проблемы, и того, который наблюдает за собой в рамке проблемы. И уже и оттуда из второй диссоциации даешь совет себе первому. Это очень круто и мощно работает. Ну а мы переходим к третьей технике, которая поможет тебе быть в ресурсе, и еще намного мощнее решать свои проблемы. Третья техника называется работа с состоянием через шкалирование. Что тебе нужно сделать? Тебе нужно вообразить такую мысленную шкалу, где единица это будет полностью нересурсное состояние, а десятка это будет ресурсное состояние на все 100%. И тебе нужно сейчас, в этот момент времени, вот так вот именно рукой, мысленно, на этой шкале, которая от 1 до 10, должна быть в emotion или в anglepdzie. И делать идти, отметить точку, насколько ты в ресурсе либо вне ресурси. Допустим, ты отмечаешь, что ты в ресурсе на 5. Наполовину ты в ресурсе, наполовину не в ресурсе. Значение может быть абсолютно разное. Кстати, напиши в комментариях, насколько ты сейчас в ресурсе. И вот ты, допустим, отметил, что ты находишься на пятерочке. Здесь очень важно работать с рукой. Держи свою руку на той отметке своей шкалы, на которой ты сейчас реально находишься по ресурсности. И дальше проведи небольшую манипуляцию в своем воображении и подумай сейчас, какое конкретное действие, какая конкретная вещь может поднять твое состояние в сторону более ресурсного на одну десятую деления. То есть вот если ты отметил 5, то какое конкретное действие, какая конкретная вещь может сделать так, чтобы твоя ресурсность была на 5.1. Подумай, что это может быть. Попить кофе, покурить, поприседать, съесть что-то, с кем-то поговорить, сказать себе какие-то важные слова, посмотреть на себя в зеркало. Это должно быть какое-то простое минимальное действие, но чтобы после этого ты реально знал, что ты начнешь себя чувствовать на одну десятую лучше. Когда ты нашел это действие, это очень важно. Постарайся, пока ты не отошел от этого видео, мысленно это действие воспроизвести. Ну, допустим, ты решил, что нужно выпить кофе, и это тебе придаст одну десятую ресурсности. Мысленно выпей кофе, мысленно покури, мысленно с кем-то поговори, мысленно скажи себе какие-то слова. У каждого это будет что-то свое. И когда ты это мысленно проделал, попробуй почувствовать, насколько твое состояние стало более ресурсным. Из практики могу сказать, ты ставил намерение поднять свой ресурс на одну десятую процента, но на самом деле, когда ты мысленно в голове это уже прокрутил, она очень сильно поднимется, твоя ресурсность. Ну, допустим, станет не на 5,1, как ты хотел, а станет на 6 или 6,5 даже. И это очень-очень хорошо работает. Еще раз очень коротко повторяю эту технику. Мысленно представляем шкалу от 1 до 10. 10 полный ресурс, 1 полный не ресурс. Отмечаем, в каком состоянии сейчас находимся. Допустим, 5 или 6 или 3, у кого как. Потом продумываем какое-то действие, которое может поднять твое состояние, твою ресурсность хотя бы на одну десятую деление. Продумываем это действие, а может быть несколько действий. И мысленно представляем, что мы их сделали. Если есть возможность прямо сейчас сделать, то можно сделать прямо сейчас. И когда мы прокрутили в голове то действие, которое нам придает ресурс на одну десятую деление, то, соответственно, мы должны почувствовать, как наша ресурсность поднимается. И то же самое мы делаем тест-проверку. Мы проверяем, а насколько после того, как я это сделал, моя ресурсность поднялась. В моей практике обычно ресурсность поднимается где-то на единицу или даже на полтора. Иногда бывает даже больше, через маленькое простое действие. И точно так же рукой в конце завершения этой техники отметь, на какое количество делений твоя ресурсность поднялась. Это мощнейший инструмент, с помощью которого ты можешь себя вводить в ресурсное состояние. И что ж, мой дорогой НЛПер, мы проделали целых 3 НЛП техники. Какая-то тебе покажется достаточно легкой и простой, какая-то тебе покажется более сложной. Но я уверен, что одну из них ты точно сможешь взять и применять как ежедневный инструмент. Но если ты хочешь еще больше разобраться в НЛП, если ты хочешь еще больше ресурсных техник, я приглашаю тебя познакомиться с моим видеокурсом НЛП практик. Ссылка есть в описании. Зайди, посмотри, полистай, посмотри, какие есть техники в курсе. Курс имеет пожизненный доступ и сейчас очень даже демократичную цену. На этом у меня сегодня все. С тобой был Юрий Пузыревский. До скорых встреч и ресурсного тебе состояния.